Субтитры создавал DimaTorzok И попытаемся, у нас есть традиция такая очень хорошая, нарисовать какую-то общую картину, исходя из кучи-кучи пазлов, которые за последнее время вдруг неожиданно проявились. Вот тут я хотела бы перечислить несколько факторов, которые всколыхнули вообще не только все, что в Украине, да, как-то тихонечко притихло, но и в мире в целом. Это как бы такой новый толчок, новый виток, да. Снова повод заговорить об Украине. И тут сразу несколько вещей. Итак, статья в Times. Статья в Times. Times, Times. А, простите, господи, конечно. Статья в The Times, да. Вот это очень важный такой журнал, где красная обложка, большая надпись «Никто», вид уходящего украинского президента. И, казалось бы, ну просто вот непонятно откуда. Затем статья о заложенном. Затем появилась статья, которая стала разбирать, а где же конфликт между заложеным и президентом. И пошла-поехала. Но это же появилась статья-то не в Украине на самом деле, а статья-то появилась в Америке. Это тоже немаловажный факт. Все три названные вами статьи во влиятельных изданиях за рубежом. США или Великобритания, экономист Великобритания. Но читают его и в Америке, и во всем мире. Вот вы предвосхитили мой вопрос. Почему происходит так, что все основные дискуссии жизненно важные для Украины вдруг начинаются вот такими вот статьями, выступлениями, интервью с западным средством массовой информации? Как вы думаете, в чем тут интрига? Давайте, может быть, с этого начнем, а потом будем разбираться во всем этом. Ну, сразу отвечу на вопрос, почему вот так вот происходит. Ну, дискуссии у нас и внутри начинаются по разным поводам. Чаще всего не из-за публикаций, а из-за чьих-то высказываний, каких-то заявлений. Это могут быть государственные деятели, либо, ну, в первую очередь, президент, либо, допустим, там, ну, иногда Данилов дает повод, либо кто-то еще из государственных деятелей, либо кто-то из оппозиционных деятелей. Вот тогда начинается дискуссия. Но вот то, что произошло, это на самом деле не в первый раз. У нас было такое раньше, просто сейчас это концентрировано. Вот прошедшая неделя, она действительно была наполнена такими резонансными публикациями в западных СМИ, которые становились поводом для дискуссии и на Западе, ну, и для всех, кто интересуется Украиной, там, и, допустим, там, и в русскоязычном пространстве тоже, и в Украине. Объясняется это очень просто. Для нас западные СМИ, влиятельные глобальные СМИ, это как зеркало. Мы видим, как они нас воспринимают, что они нас говорят. Там отражаются, конечно, важные наши внутренние тенденции, тенденции либо внутриполитические, иногда внешнеполитические. Это, естественно, сразу же, вот не просто зеркало, а, знаете, публикация во влиятельных западных СМИ, это как рефлектор. Это отражает сразу же ситуацию на нас. У нас, к великому сожалению, нет таких изданий, которые бы вот играли такую же роль. На Западе тоже ведь издания разные. Например, в США, вот, New York Times, все знают, они ближе к демократической партии. А Fox News и там ряд других изданий ближе к республиканцам. Ну, Fox News вообще к трампийскому крылу республиканцев. На это всегда надо делать поправку, но, тем не менее, вот есть как бы признанные издания с большим бэкграундом, с репутацией. И когда там что-то появляется в Украине, естественно, об Украине, естественно, на это обращают внимание нашей стране. И в этом плане, ну, какое-то вот такое зеркало для нас необходимо. Я, кстати, к слову отмечу, на самом деле это касается не только обсуждения политической повестки в СМИ. Ведь Запад используется тоже как рефлектор и резонатор некоторыми нашими политиками, особенно общественными деятелями. Вот они сами не могут повлиять, особенно, вот, например, антикоррупционные активисты, ну, и вообще общественные активисты в разных сферах. Вот они не могут повлиять напрямую на политический процесс. Но они знают, если они запустят тему через Вашингтон, через пресловутый Госдеп, либо запустят через Брюссель, а это может быть и Еврокомиссия, и Европарламент, но оттуда придет к нам тема. Это будет работать. И правительство, и администрация президента, сейчас офис президента будут на это обращать внимание. А если они сами поднимут эту тему внутри страны, это не сработает. Это может не нравиться, но такова ситуация. И это, кстати, уже работает довольно давно. После 2014 года эта методика работает очень сильно. Теперь вот что касается самой тенденции. Она очень знаковая. Вы перечислили три публикации, очень важные. Но все три публикации, которые вызвали, я бы сказал, такой критический резонанс, неоднозначный резонанс. Самая важная, самая значимая публикация, это, конечно, статья Залужного в издании The Economist, а также статья, которая сопровождала колонку Залужного. Потому что это два взаимосвязанных материала, но не один. Там есть нюансы. Даже заголовки отличаются. Из-за этого иногда путаница. Ну, простой пример приведу. Статья The Economist называется «Война зашла в тупик». И поэтому кое-кто это относится к самому Залужному. Но это не Залужного статья. Вообще-то верно. Есть выдержки внутри интервью Залужного. Цитируется он обильно, но это не статья Залужного. Статья Залужного отдельно. Его собственная колонка. И она посвящена тому, чтобы Запад поменял свою стратегию и максимально усилил качество своей поддержки. Речь идет о новых технологиях ведения войны. И главный призыв, вот я бы сказал пафос этой статьи Залужного, надо вырваться из ловушки оппозиционной войны. Я цитирую здесь дословно. Пять пунктов предложений Залужного предлагают, как это сделать. В этом плане я считаю, это очень конструктивный материал, конструктивная статья. Хотя там есть, скажем так, и некоторые неоднозначные последствия. Почему и вовсе президента это некоторым людям не понравилось. Но тем не менее, я думаю, что она все-таки обращаясь в основном к Западу. Четыре пункта из пяти от обращения к Западу, к западным партнерам. Она очень важна как внешний импульс, как толчок. Обращение внимания на нынешнюю ситуацию с войной в Украине и предложение, что нужно сделать. Один пункт, очень важный, касается и нас. Нашей страны, украинцев и власти, и общества. Потому что это как бы тоже сигнал о том, что если мы хотим изменить ситуацию с войной, то нам неизбежно надо и расширить, и усилить, сделать более эффективную мобилизацию. Причем в широком смысле. Не только в прямом. Увеличить число бойцов для армии. Но и в широком смысле. Мы должны вновь обрести концентрацию и мобилизовать государственные ресурсы, работу системы госуправления на оборону, на защиту. Иначе проблемы будут только усиливаться. Еще в этой связи обращу внимание. Вот у нас цитировали три статьи, которые вы назвали. Но при этом появились и другие статьи. В не менее уважаемых изданиях. В Observer, в Independent. Где статьи на самом деле положительные для нас. И где был призыв. Украине надо обязательно помочь. Обязательно помочь. Вот эти статьи у нас не обсуждаются. Ну потому что мы тоже так считаем, что тут обсуждать. Поэтому у нас они не имели такого резонанса. Но справедливости ради я отмечу. Что на Западе не только какие-то критические публикации появляются. Но и публикации позитивные. Отвечающие нашим интересам. Которые являются обращением к западным элитам. К западным лидерам. О том, что поддержку Украине надо усилить. Украина крайне нуждается в поддержке. Теперь вывод. Положительная тенденция. Внимание к Украине не исчезло. Оно остается. Потому что у нас, помните, был середина октября. Конец октября. Но все говорили поголовно. Про нас забыли. Ну когда Ближний Восток начался. Конечно. Израиль после 7 октября. Теперь сектор газа. Все, что там происходит. Поэтому вот про Украину забыли. Мы выпали из информационной повестки. Оказалось, что нет. Про нас не забыли. На самом деле, специалисты это знали. Было обращение Байдена к нации. Соответствующие инициативы. И Белого дома. И Еврокомиссии. И так далее. Сейчас будут рассматриваться очень важные вопросы для нас. Касающиеся европейской интеграции. Мы оставались в политической повестке. Но информационно, да. Мы как бы несколько дошли в сторону. Но вот этот всплеск. Он, я думаю, был не случайным. Он показал тоже тенденцию. А теперь какую тенденцию? Собственно, тенденция. Вот та, которую охарактеризовал заложный. Есть риск застрять в ловушке позиционной войны. То, что война затягивается. Ну, уже давно очевидно. Но что такое позиционная война? Это война, в которой линии фронта не меняются практически. Либо меняются очень незначительно. Но при этом идут ожесточенные бои и большие потери. И в этой войне позиционной огромную роль играет, ну, традиционно, артиллерия. Ну, часто и авиация тоже. Ну, вот артиллерия в первую очередь. А здесь, к сожалению, преимущество у россиян. Просто банально по снарядам. А у нас сейчас дефицит артиллерийских снарядов. Кроме того, вот то, о чем пишет заложный. Сейчас особенность новой войны. Вот там сравнить с Первой мировой войной. Окопную войну. Ну, все, кто читает, ну, все, кто помнит и читал ремарка. Вот на Западном фронте без перемен. Фильм, кстати, вышел тоже неплохой не так давно. Но вот все понимают, что такое окопная война. Хотя современная окопная война, я думаю, она даже страшнее, чем была раньше. Потому что сейчас есть дроны, есть контроль с воздуха и фактически как бы нет уязвимости. Нет защиты. Нет защиты, да. Нет, ну, там есть элементы борьбы. Радиоэлектронная борьба. Дроны сбивают. Но все равно вот разведка, контроль с воздуха, он почти татарный. Вот в этом проблема. И вот я думаю, что как раз вот этот диагноз, который Залужиной сделал очень честно, жестко, который у нас назвали многие холодным душем, он для специалистов не стал откровением. Но он очень важен для широкой массы людей. Ну, извините за этот термин, для обывателя. Для простого человека, который живет своей жизнью, который у нас верит в победу, но считает, что победа должна без него произойти. Без его участия. Вот есть люди, которые воюют, вот пусть они эту победу добывают, а я буду аплодировать и ставить лайки в социальных сетях. Ну, и на Западе есть усталость от войны. И вот тоже пришло понимание, что да, война зашла, как писали, так я и процитирую. Я здесь не оцениваю, я просто цитирую то, что было написано. Вот тупик, патовая ситуация, ну, либо ловушка оппозиционной войны, как сказал Залужник. А это означает, что это надо делать. А какие два следствия из этой ситуации? Два варианта действий. Один вариант действий – это надо попытаться вырваться из этой ловушки оппозиционной войны, то, что предлагает Залужный. У Зеленского, на самом деле, считают так же. Там, может быть, не очень довольны, что Залужный начал об этом говорить и не очень довольны, как он об этом сказал. Но, в принципе, позиции здесь одинаковые. Я не вижу принципиальных различий. Это, кстати, очень хорошо. Между политическим и военным руководством. Они настроены на борьбу. На то, что мы не должны опускать руки. Но второе следствие – если не удастся вырваться из этой ловушки оппозиционной войны, то тогда неизбежно, рано или поздно, придется начинать переговоры о прекращении огня. И тут мы видим тоже такой широкий спектр. Где-то намеков, где-то, ну вот как в журнале «Тайм», анонимные источники, которые говорят, вот, мол, президент зациклился на продолжении войны, а некие его советники, они говорят, ну, мы не выиграем, надо что-то другое делать. Тут Арестович появляется со своим «примириться и замириться», что вызывает, естественно, у нас тоже, ну, не у нас, но у широкой публики. Особенно у тех, кто Арестович очень любит, сразу же вызывает соответствующую критическую реакцию. Ну и в западных СМИ появляется эта тема, там NBC об этом написала и некоторые другие издания. Это тоже неизбежно. Но тут отмечу один важный момент, вот что касается «замириться-примириться», тем это будет обсуждаться. Но в чем сейчас, я бы сказал, драматический парадокс ситуации? Мы, я имею в виду Украину, и украинское руководство, и большинство украинцев, еще не готовы к каким-то реальным переговорам даже о прекращении огня. Я не говорю там о мире, это вообще маловероятно, системный мир. Вот даже к переговорам о прекращении огня. Но самая большая проблема другая. Та сторона, Россия, уже не хочет переговоров о мире. Раньше они забрасывали эту тему, периодически это звучит, но когда они говорят о переговорах, это переговоры на их условиях. И там, я уверяю, будет идти речь не только о прекращении огня, а о целом, скажем так, наборе ультиматумов для Украины, что для нас, естественно, неприемлемо. И вот в этом смысле все вот эти призывы, слухи, заявления, что надо начинать переговоры, они не только не имеют смысла, они вредны. Именно сейчас. Я поясню почему. Потому что тот, кто первый в нынешней ситуации начинает говорить о переговорах... Вы прямо о покрестному отцу, Владимир. Правильно, да, да. Ну, я знаю, некоторые коллеги цитировали это, я просто не стал повторять. Да, совершенно верно, просто там предатель, а здесь слабая сторона. Я говорю несколько иначе. Тот, кто первый предлагает переговоры, он себя ставит в слабую позицию, в позицию проигравшего. И, естественно, на него начнут давить. Ему начнут выставлять ультиматумы, ему будут выставлять разнообразные требования, на которые он должен согласиться. И эта ситуация для нас неприемлема. Поэтому тот, кто хочет мира уже сейчас, я не говорю, ребята, успокойтесь. Сейчас не та ситуация, когда вы получите нормальный мир. Вы можете получить либо еще большую войну, либо получите ультиматумы, которые не принесут вам нормального мира. Отсюда, ну, ситуация сложная, драматичная, проблемная, но не катастрофичная. Надо набраться терпения, надо сделать свою работу и нам, и нашим союзникам. Это сделать очень непросто будет. И, боюсь, скажу честно, далеко не все удастся сделать. Я не имею никаких иллюзий, что мы вряд ли получим все, что мы хочем от наших союзников. По разным причинам. В первую очередь из-за нынешней политической конъюнктуры в США, ну, и отчасти в Европе. Но, главное, в США. Поэтому, да, нам будут помогать. Если Россия вдруг начнет более масштабное наступление или пойдет на новую волну мобилизации после президентских выборов, своих президентских выборов, тогда, я думаю, Запад даст нам больше и даст более качественное оружие. Но только в этом случае. Поэтому ситуация вряд ли изменится качественно, кардинально. Попытки могут быть. Дай бог, чтобы они были удачными. У России тоже, кстати говоря, ресурс сил небеспредельный. Там больше резервов. Вот они снаряды из Северной Кореи получили. И немало снарядов. Но все равно это не беспредельно. Поэтому, да, война на истощение, вот то, о чем пишут заложные, она несет больше рисков для нас. И больше проблем. Но и для России, если такая война затягивается, она тоже неизбежно будет создавать проблемы. Поэтому я считаю, что в ближайшей перспективе вряд ли возможно какое-то реальное соглашение о прекращении огня. Я даже думаю, что и давления на нас не будет. Потому что в Белом доме прекрасно это знают. И даже были заявления, что в России не готовы к миру. Не готовы к реальному миру, к реальным мирным переговорам. Поэтому максимум, что возможно, это зондаш. Зондаш, консультации. Но вот в будущий год, я думаю, в будущем году будут приниматься более серьезные попытки. Будут подталкивать и нас, и, возможно, россиян. Но для нас главный толчок будет, это не то, что там нас будут заставлять кто-то из западных партнеров. К сожалению, главный фактор, который будет влиять на нашу ситуацию, это, во-первых, нехватка ресурсов. Второе, возможные изменения общественного мнения. Пока, ну, скажем так, тенденции не очень здесь сильные, но они есть уже. Я имею в виду увеличение числа тех, кто за мир. Но в любом случае, возможность каких-то переговоров и прекращения огня, она будет в решающем мере зависеть от России. И если мы силой вместе с союзниками не остановим Россию, не нанесем каких-то поражений России, реальных переговоров о мире не будет. Вот это тоже надо понимать. Я бы продолжила. А если мы нанесем серьезное поражение России, будут ли они восприняты Россией как серьезное поражение? И будут ли тогда переговоры? Потому что мне кажется, что мы тут тоже несколько можем попасть вот в эту драматическую ловушку, о которой вы говорите. Помните, мы там говорили, вот если Херсон. Потому что иногда у меня складывается такое впечатление, что даже если мы заберем Крым, и когда мы заберем Крым, то Россия всегда найдет аргумент объяснить, почему вот так отдали Крым, просто спасая жителей Донбасса. Ну, условно. Нет, я думаю, что не так будет все. Я даже скажу, какой был план. О нем проговорился Зеленский. Это не его план. Это план с очень высокой вероятностью. Ну, из того, что я слышал и знаю, это план американцев. Какой был план? Что мы, наша армия, выходят на побережье Азовского моря и на административную границу Крыма. После этого начинаются переговоры. Но переговоры с позицией силы. Вот в чем смысл поражения? Не в том, что это заставит Россию там вести переговоры. Нет. Просто выровняется ситуация. На самом деле, переговоры, реальные переговоры, даже о прекращении огня, они начнутся только тогда. И тем более достигнут какого-то результата. Только в том случае, если обе стороны войны примерно одновременно созреют до понимания, что надо из войны выходить. Если не будет вот этого одновременного созревания, переговоры можно начать, но они результаты не дадут. Как не дали результата в марте месяце прошлого года. Потому что тогда Украина была готова к компромиссу. Я вам скажу, кстати, откровенно. Думаю, что сейчас многие украинцы, просто вслух об этом не говорят. Ну, если только не принимать в внимание тему НАТО, членство НАТО. Но были бы рады согласиться на тот компромисс, который обсуждался в конце марта. Я напомню, тогда предполагалось, что в случае достижения компромисса, договоренность о прекращении огня, Россия отходит на границе, на рубеже 24 февраля. Тема Донбасса, Ордло, не Донбасса, а Ордло и статуса Крыма, она откладывается на 10 лет. Ну, вот еще было предложение, что мы отказываемся от членства в НАТО. Это вот был компромисс, который предлагался украинской стороной. Россия не дала ответа. Потом, когда они там свою какую-то позицию сформулировали, которая, кстати, до сих пор не оглашена. Путин там показывал листочки, это, скорее всего, вот их была позиция. Они ее сформулировали где-то во второй половине апреля, после середины апреля. Но в чем суть, мы до сих пор не знаем. Но в любом случае, россияне запоздали. Мы на тот момент были готовы к компромиссу, а России нет. А когда Россия расчехлилась и захотела как бы что-то обсуждать, мы уже после буча и репеня не были готовы к переговорам. Это просто иллюстрация, как важно для достижения каких-то договоренностей, чтобы обе стороны были одновременно готовы к какому-то соглашению. Ну, приведу пример из истории. Корейская война, которую часто вспоминают, так называемый корейский сценарий и так далее. Там же война была как качели. То американцы доходили почти до китайской границы, то Северная Корея при поддержке Китая занимала почти весь корейский полуостров. Вот война качалась, первый год особенно. Потом на два года война зависла. Была вот та самая позиционная война, о которой вспоминает Залужный. И только после смерти Сталина в СССР и после избрания нового президента США, а им стал Эйзенхауэр. Это, кстати, важная деталь тоже, так на всякий случай, на будущее. Вот только после этого начались мирные переговоры, которые завершились известным соглашением о перемирии. Перемирие действует до сих пор, мирного договора нет. 38-я параллель и так далее. Это как пример. Два года. Вот два года длилась эта ситуация патовая, вот как сейчас говорят в некоторых западных СМИ. Но только через два года, когда созрели политические обстоятельства с обеих сторон, возникло какое-то соглашение. Вот так и в нашем случае. Пока нет готовности ни с нашей стороны, ни с российской стороны. Когда обе стороны созреют одновременно, не знаю. Это невозможно спрогнозировать. Теоретически, теоретически, вот я допускаю, если, ну у меня такая гипотеза, я уже и у вас ее озвучивал, что с высокой вероятностью Путин взял курс на затягивание войны до завершения президентских выборов США. Пока она подтверждается, эта гипотеза. Посмотрим, что будет дальше. Если это так, сейчас я завершаю, если нам хватит сил, то реальные переговоры, реальные переговоры, а не попытки, будут после, ну скажем так, где-то там могут начаться в конце 24-го года, ну а более реальными могут стать в 25-м году. В любом случае, кто бы не победил на президентских выборах, кстати, в США. В любом случае. А может быть и раньше, если только что-то случится в России, или не дай бог у нас, да, может быть и раньше будет. Поэтому варианты разные, но созреть надо до переговоров, причем одновременно обеим сторонам. Если у кого-то, у кого-то будет преимущество, или будет хотя бы ощущение, желание, все-таки, что можно добиться успеха в войне, война будет продолжаться. Владимир, давайте вот на некоторые моменты посмотрим наоборот. Ну как бы позиция понятна, да, представим себе, мы много раз об этом говорили, что в России могут ждать прихода к власти Трампа. Возможно, да, возможно. А давайте себе представим, что если нет, да, вот если они не будут ждать Трампа, то что тогда, чем тогда они будут руководствоваться? Потому что я боюсь, что нужно несколько расширить вот понимание того, как может действовать Россия. Потому что я, например, очень честно сомневаюсь в том, что приход к Трампу может быть главным аргументом для Путина. Вот честно. Потому что, ну, что бы там ни говорили, но Трамп, по большому счету, не дал никаких оснований считать, что он, когда он был президентом, что он настроен как-то пророссийский, да, кроме того, что он стоял как-то смущенно тогда на этой пресс-конференции с Путиным. Ну, это же дело такое, да, он по-разному мог реагировать. А вот если, ну, как бы, де-факто, ничего же такого не случилось, да? Это так, Я постоянно об этом говорю, да, чтобы не было иллюзии там или наоборот каких-то апокалиптических ожиданий от Трампа. Я тоже напоминаю, что именно при Трампе. Там просто была парадоксальная ситуация. Она, кстати, остается. Трамп сам по себе, лично, как человек, он симпатизировал Путину, он хотел договориться с Путиным, искренне хотел. Он не любил Украину. Он ее и не знал практически, не любил, из-за того, что многие наши политики в 16-м году поддержали Хилари Клинтон. Да, но, когда стал президентом, вот начинают действовать национальные интересы страны, ты их должен защищать, как президент. Я, кстати, на примере нашей страны почти у каждого президента, которого называли пророссийским, я видел, как они становились проукраинскими. Например, Леонид Данилович Кучма. И даже отчасти, просто этот процесс не был завершен и, скажем так, в итоге там ушел в сторону. Даже у Януковича как бы тоже было понимание, но это только эгоистическое понимание. Он просто считал, что это моя вотчина, которую только я могу грабить. Как любили говорить Донецкие тогда любили цитировать известное американское выражение, как Техас могут грабить только Техас. Да, Украину могут грабить только Донецкие, только Донецкие, да. Не россияне, только Донецкие. Но Путин там, скажем так, зажал известные причиндалы Януковича в свои тиски и все пошло не так, как Янукович хотел, а по-другому. Это к слову. Вот у Трампа было что-то похоже. Трамп вынужден был действовать в соответствии с национальными интересами США. Потом по республиканской партии, там немало ястребов, которые считают Россию историческим врагом США и которые, конечно, продвигали соответствующую линию во внешней политике. Там Болтон тот же, например, который был некоторое время помощником Трампа по национальной безопасности и так далее. Я сейчас не буду вдаваться в тему. И действительно, Джавелину дали нам тогда при Трампе. Но вот теперь в случае победы или не победы Трампа. В случае победы Трампа я могу дать такой сразу эскизный прогноз. Риск для нас, конечно, в том, и на это Путин надеется. И не то, что Трамп все развернет и отдаст Украину Путину. Нет. Он надеется, что Трамп надавит на Украину, заставит нас на мир, принудит нас к миру на российских условиях. Такие ожидания есть, конечно. Однако, это же не просто так. А вот можно тут маленькое уточнение? Вы продолжите эту мысль? Однако, это же не просто так. Я сейчас запомню. Но я хочу уточнить. Смотрите, вы что сказали. Что Путин надеется, что Трамп принудит Украину к миру на каких-то российских условиях. Так, Путин хочет мира. Нет, он хочет. Слушайте, Путин хочет успешного завершения своей войны против Украины, так называемой СВО. Вот чего он хочет. Успешного завершения. Вопрос, насколько успешно. Он хотел взять под контроль всю Украину, не получилось. Да, как бы, вариант минимум это сохранить контроль над аннексированными территориями. Это вариант минимум. Ну и попытаться принудить Украину признать. Вряд ли кто из украинских руководителей, неважно, как будет фамилия, там, Зеленский или кто-то еще, вряд ли кто это признает. Но, надежды такие у России есть. Они всегда живут с некоторыми иллюзиями. Но для них им Трамп, честно говоря, и не нужен. Нет, подождите, подождите, нет, важен. Потому что есть еще тема НАТО. Надежда по поводу Трампа связана с тем, что они ожидают, что противоречия между Трампом и европейцами могут разрушить НАТО. Кстати, такие опасения есть у европейцев и даже у некоторых американских политиков. То есть вот потом может возникнуть политический кризис в США из-за возможной победы Трампа. Там варианты могут быть разные. Поэтому для россиян дело не только о возможной победе Трампа. Они надеются, что это как минимум ослабит поддержку Украины как минимум. И это тоже нас может принудить к какому-то соглашению, как они считают, на российских условиях. либо это ну скажем так приведет к ситуации, когда они смогут договариваться с оппонентом визави, который лучше их будет слышать, как они надеются. Не факт, что будет так. Почему? Потому что для республиканцев и трампистов и для самого Трампа есть еще проблема Китая. И они будут ставить Путину условия, что мы с тобой договоримся, мы даже можем пойти, ну как они будут говорить, даже можем пойти на выполнение некоторых твоих условий по Украине, но ты должен развернуться в нашу сторону и разорвать отношения с Китаем или скажем так вместе с нами быть против Китая. Путин на это не согласится. А раз он не согласится, для Трампа уступить России, это будет означать уступить Китаю. И это ну скажем так будет неприемлемо опять-таки с точки зрения и национальных интересов США и даже для ну позиции значительной части республиканцев. Я думаю, что и сам Трамп это будет хорошо понимать, что он будет в положении проигравшей стороны. А он же все время говорит, что America great again. Да, Америка должна снова быть великой. А какая же великая Америка, если он будет уступать и Путину, а соответственно и китайцам. Это вот про Трампа. Теперь, что касается, да и поэтому через какой-то период времени станет понятно, ну не сработала ситуация с Трампом. И Трамп, кстати, может даже где-то и усилить поддержку Украины, если Путин не пойдет на какие-то уступки ему. И такой вариант возможен, как было тогда с Живелинами. Это скорее может быть символически, но тем не менее, как вот мне понравилось наш бывший министр иностранный дел Климпин, он в одном из интервью сказал, что Трамп может психануть. Вот действительно Трамп может психануть, если как бы Путин не согласится на компромиссы. А Путин редко соглашается на компромисс с Западом, тем более с американцами. Он же хочет, чтобы на его условиях все было. А это неприемлемо уже будет для Трампа. Теперь, если вдруг побеждает Байден или там некий другой кандидат от демократической партии, ну тогда ничего не меняется. Поэтому тогда остаются две опции. либо договариваться о прекращении огня, и к этому Россию будет подталкивать Китай. Я думаю, чем дальше, тем больше. Либо война будет продолжаться, но в режиме малой интенсивности, как это было на Донбассе. Сразу несколько уточнений. Вопрос и небольшая ремарка. Первое. Считаете ли вы, что в условиях позиционной войны, которая может продолжаться, ну скажем, вот эту зиму, следующую весну и может быть часть лета, Байден имеет шанс быть переизбран. Это очень важный момент, потому что, может быть, тут дело даже не в самих рядовых американцах, а в том, как это будут использовать республиканцы. Потому что даже уже сейчас мы видим, что они ставят вопросы какие? Покажите стратегию победы. Покажите список оружия, который не был предоставлен, чтобы победа была быстрой. И вот сейчас даже если по-быстрому я прочитаю, то есть очень интересная история. Открытое письмо конгрессменов республиканцев Байдену, да. Да, где они призывают предоставить дальнобойное оружие прямо сейчас. Это вот тоже интересный нюанс. Людмила, извините, очень важная ремарка. Вот как раз авторы этого письма они разные. Там есть разные люди, но на самом деле это даже отвечает нашим интересам отчасти. А есть же крыло трампистское. Оно в явном меньшинстве, но такие самые завзятые трамписты, они вообще против поддержки Украины. Там другая мотивация. Вот эти как раз за то, чтобы была четкая стратегия и если уж помогать Украине, то помогать эффективно. А есть другие, которые говорят, да нафиг нам эта Украина, вот нас должен интересовать только кордон с Мексикой, граница с Мексикой и все. Поэтому тут нет консенсуса у самих республиканцев. Но упреждая ваш вопрос, я могу вам сказать, тема Украины будет влиять на результаты выборов в США посвенно, не прямо. Она не будет главной на выборах в США. Главное это экономическая и социальная ситуация в США и восприятие двух кандидатов. К сожалению, проблема в возрасте Байдена. Вот в чем проблема. И это будет создавать определенные проблемы. удастся им опять консолидировать против Трампа значительную часть американских избирателей, ну тогда будет шанс. А если разочарование даже не просто в Байдене, а в нынешней социально-экономической ситуации оно будет достаточно сильным и часть избирателей, например, не пойдет на выборы, то это может сыграть в пользу Трампа, потому что у Трампа более консолидированный электорат. Ну это так вот, к слову. Не Украина будет главным фактором президентских выборов в США. Вот это надо понимать нам. Тема Украина будет использоваться республиканцами. Вот она будет использоваться для критики Трампа, но не единственная тема. Байдена, прошу прощения, для критики Байдена, да. Но как мотив для голосования для американцев, для простых американцев это будет не главное. На чем играют трамписты? На банальном экономическом эгоизме. То есть речь идет о больших деньгах, на Украину. Да, и вот они будут говорить, вот эти деньги могли бы быть использованы на то, чтобы там перекрыть мексиканскую границу от мигрантов, там наркотики поставляют и тому подобное. Поэтому вот эту проблему надо решать. И на кого-то это подействует. Так что как бы мы не хотели думать, что тема Украины будет главной на президентских выборах в США, это не совсем так. Но президентские выборы могут сыграть свою роль. Вот, например, саммит НАТО будет в США, юбилейный саммит НАТО. В начале следующего года. В начале следующего года. Теоретически, как надеются, я бы даже сказал, мечтают некоторые наблюдатели, в том числе и украинские, А вдруг Байден решит, что надо сделать какой-то красивый жест. Красивый жест в контексте избирательной кампании. Показать решительность, смелость, дать нам какой-то, допустим, дальнобой наружу. Но самое главное, для того, чтобы показать Путину, что мы не пойдем на уступки, мы не будем сдавать Украину, например, сделать, как вот наши хотели, приглашение Украины в НАТО с открытой датой. Пока этот вариант, я бы сказал, излишне чересчур оптимистичный, но теоретически все возможно. Но если Байден решит, пока он действует иначе. Сразу куча вопросов. Давайте коротко, уточняюще. Я вот не спросила, повлияет ли Украина на президентские выборы. Я спросила, имеет ли шанс Байден выиграть выборы, если в Украине будет длиться затяжная оппозиционная война? Тут можно просто короткий ответ. Это не будет влиять решающим образом на исход выборов США. Экономически, экономически, если, да, скажу так, скорее это сработает против Байдена, против Байдена, потому что это будут использовать Трамп и его команда. Так, теперь дальше. Вы же много сказали интересных вещей. Я позволю себе для наших зрителей последние результаты опросов, которые делались по заканду New York Times. Наверняка Владимир знает об этом, но вам, наши дорогие уважаемые зрители, все-таки хочу сказать, что действующий президент Джо Байден уступает в рейтинге своему главному конкуренту на предстоящих выборах в пяти из шести ключевых штатов, они называются Свинстейт, это колеблющиеся штаты, традиционно колеблющиеся, в зависимости от того, кто выигрывает в этих колеблющихся штатах, как правило, он выигрывает и выборы. И вот очень интересно, что отставание Байдена от Трампа составляет от трех до десяти процентов среди опрошенных избирателей Аризоны, Джорджии, Мичиганы, Невады и Пенсильвании и лишь в одном колеблющемся штате Висконсине Байден еще сохраняет свое преимущество над соперником, да, или уже сохраняет, да, вот тут, ну просто сохраняет, давайте так. Но я хочу вернуться, Владимир, к вашему вопросу. Вы еще сказали очень... Можно сразу ремарку? Конечно, нужно. Просто вот как только появилась эта информация, а это информация в Нью-Йорк Таймс, напомню, это орган, который близок к демократам. Ну точно не фанат Трампа. не-не-не, ну это издание традиционно, оно в сфере влияния демократической партии, это же сигнал, сигнал демократической партии, что есть проблема, Байдена могут не избрать. Там идет своя внутренняя дискуссия, там просто нет другого кандидата, да, но это так, это к слову, ну то есть это как бы такой сигнал, что ребята, вот как вот и залужно сигнализируют, и как бы разные люди говорят, ну ситуация в войне непростая, давайте что-то делать. Точно так же Нью-Йорк Таймс сигнализирует демократической партии, ситуация такая, что вы можете проиграть выборы. Но в Белом доме, как появилась информация сразу после этого вопроса, спокойно воспринимают эти результаты, и они ссылаются, мол, у Обамы в свое время была точно такая же история, за год до выборов он проигрывал, в том числе вот в этих колеблющихся штатах, но в итоге выиграл выборы. Но это же был Обама. И для этого должна быть какая-то ситуация, которая может коренным образом... Конечно. Теперь позвольте вернуться к вашей очень интересной мысли о красивом жесте на следующем юбилейном саммите НАТО. И вот как бы вспомнить сразу не менее красивую статью, которую написал небезызвестный всем опытный политик. Это же надо просто... Я типа формулировала вопрос, вылетела из головы, да, это не знаю даже. Бывает, бывает. Нет, но суть-то в чем заключается, да, вы сейчас мне напомните, да, суть-то в чем заключалась, что Украина стала настолько сильной, что пора ее принять в НАТО, но уже вот в той территории, которая, собственно говоря, сейчас контролируется украинским правительством, а то просто как бы оставить для дипломатических переговоров. Это Киссинджера, вы, видимо, имеете в виду Киссинджера. Конечно, Киссинджера, но после Киссинджера об этом стали говорить многие другие аналитики, и мне приходилось кучу читать в разных Форн-ФС и в других изданиях. Все стали это как-то обсуждать и оговаривать. Ну и грешным делом, помните, там один из помощников генсека НАТО, его назвали наивным, когда он это сказал. И я искренне сомневаюсь, что если человек сделал такую карьеру в таких бюрократических структурах, что он наивен и сказал это просто потому, что я дерусь, потому что я дерусь, я в этом сомневаюсь. Я думаю, что было какое-то зондирование и такого варианта. Нет, там было это другое. Человек озвучил то, что он слышит. Вот в кулуарах идет обсуждение, идет обсуждение, этот вариант проговаривается. Зачем далеко ходить? Расмусон, генсек НАТО бывший, который активно с Украины работает. Вот есть рабочая группа Расмусона и Ермака по международной гарантии безопасности для Украины. То есть это не наш враг, наш друг. Но Расмусон тоже сказал, просто кто как говорит, как сказать. Важна форма и контекст. Расмусон сказал, что Украина может стать членом НАТО. И он привел, даже если война не закончится, или, скажем так, если даже Украина не отвоюет все оккупированные территории. И он привел пример ФРГ. Он говорит, ну ФРГ стал же членом НАТО. Да, хотя Германия была разделена, но приняли ФРГ, никаких проблем не было, это к войне не привело и так далее. Тут, конечно, другая ситуация, потому что на тот момент ФРГ не было войны и Западный был разделен, холодная война, было разделение между Западным миром и Советским блоком, и была холодная война, поэтому все было естественно, эта тема даже не обсуждалась. А здесь же другое дело, война идет, война еще не завершена. Вот главная проблема именно в этом. Киссингер, он очень хитрую предложил, хитрую, там же есть пасы и россиянам в этой идее. В чем пас? В том, что если, например, завершается война и в рамках договоренности о завершении войны Украина, договариваются противоположные стороны о том, что Украина становится членом НАТО, но пятая статья НАТО о коллективной обороне, о взаимной обороне действует только, только на территорию которую контролирует украинское правительство. А далее Киссингер почти открытым текстом говорит, Владимир Владимирович Путин и уважаемые российские товарищи, для вас это тоже хорошо, потому что тогда НАТО будет сдерживать Украину от каких-то поползновений по поводу Крыма и Донбасса. Да, да. Ну и вы, естественно, да, и вы не будете нападать на Украину, потому что вы же не хотите воевать, не хотите воевать с НАТО, не хотите ядерной войны, да, а НАТО тоже не хочет ядерной войны, поэтому будет изо всех сил сдерживать Украину, Украина будет под плотным контролем старших товарищей из Вашингтона, там, ну и других стран уже европейских. Вот в чем смысл идеи Киссингера. Но он не учел одного момента, как его не учитывает сейчас Арестович, который вот эту идею пропагандирует, дело в том, что для Путина и для Патрушева членство Украины в НАТО это красная тряпка. Вот они не могут согласиться на мир с Украиной, если Украина будет иметь членство в НАТО. Для них это неприемлемо. Поэтому при всей красивости этой идеи, ну, вряд ли Путин согласится на мир на таких условиях. Но вот со стороны Байдена, в чем, вот и почему я упомянул этот вариант, это было бы таким, ну, сильным жестом, и красивым, и в то же время сильным жестом. это была бы демонстрация того, что если ты не прекратишь войну, не остановишься, не начнешь договариваться, мы примем Украину в НАТО. Скажите, вы считаете, Байден сможет это сказать Путину? Это ведь ключевой момент. Просто все эти годы наблюдаются Путину, сомневаюсь. Идея красивая, но именно Байден был бы другой, помоложе, порешительнее, там, условно говоря, такой американский Борис Джонсон. Ну, да, я не исключаю такого варианта, хотя европейцы тогда бы, может быть, сдерживали американского президента. Но в любом случае, пока это маловероятный сценарий. Я не могу не задать вам этот вопрос. Ну, просто не могу. Что? Верите ли вы в то, что Путин умер? Только не начинайте сразу вот громко смеяться, просто давайте об этом поговорим. Нет, я не смеюсь. Я даже... Кстати, удивилась. Я думала, вы будете смеяться. Да нет, ну, ради бога. Я спокойно к этому отношусь. Я, как и ваш супруг, кстати, лично знаком с Валерием Дмитриевичем. Я не знаю, ну, там были мы вместе на одном мероприятии еще до большой войны, когда собирали экспертов разных на нейтральных площадках. Так вот, ну, я немножко общался с ним. То есть, я даже лично немножко знаком с Валерием Дмитриевичем Соловьем, профессором Соловьем, который вот эту идею вместе с телеграм-каналом «Генерал СВР» активно распространяет. Поэтому, я сразу скажу, я иронизировал немножко на эту тему. Я даже еще девять месяцев назад написал шутливый текст по поводу исторической традиции самозванцев в России. Ну, и по поводу двойников. И там был сценарий, который озвучил Соловей, в том числе. Один из сценариев, что может быть так, что Путин умрет, а двойника объявят, ну, что Путин жив. Вот вместо него просто будет двойник. А потом он может захотеть власти. и так далее. Летом, знаете, россыпь сюжетов для конспирологических романов. Правда, я наказал... Как ты это пропустила? Я не поняла. Было это. Было. Я повторил. Кстати, когда вот появилась эта версия Соловья, его вот эта конспирологическая тема, я повторил. Я опубликовал в Фейсбуке этот текст, ну, потому что он не тратил актуальности, как оказалось. Единственное, там я там убрал, немножко подкорректировал пару пассажей связанных с Пригожиным. Потому что Пригожин уже ушел из жизни, Гиркин там в тюрьме оказался. Но в любом случае, вот, это такие сюжеты для конспирологических романов. Если что, я попросил, кто будет использовать эти сюжеты, ну, скажем так, немножко отстегнуть мне за идею. За авторство. Ну, это так, в шутку. Что касается, ну, самой этой темы, ну, я скорее скептически отношусь. Я бы, скажем так, там, когда только идея появилась, ну, вот эта тема, эта новость, я так для себя оставил 20%. 80% нет, 20%, а вдруг, а вдруг. Ну, знаете, хочется верить. А сейчас? А сейчас? Сейчас, сейчас уже меньше 10%. Я не вижу никаких подтверждений. Пока никаких подтверждений. Того, что, потому что, реально, если бы, ну, это произошло, и так, как описывает профессор Соловей, ну, неизбежно должна была бы начаться борьба за власть. Ну, есть известная, по-моему, британская поговорка, я могу ошибиться, да, что знают двое, то знает свинья. А я думала, король умер, да здравствует король. Не, 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 ну, там нет короля, понимаете, борьба за власть, она предполагает, что, особенно в таком персоналистском режиме, это вот такой персоналистский режим, где все зациклено на личность руководителя. А тут этого руководителя нет. Да, кто-то может играть его роль какое-то время, я это допускаю, теоретически это возможно. Но тогда бы мы увидели какие-то телодвижения, например. Да, вот например. Если это как вот там Соловей говорит, Патрушев, Патрушев там как бы всем руководит, но тогда бы Патрушев уже должен был провести замену премьер-министра, поставить своего сына премьер-министром. А через некоторое время было бы объявлено, что Владимир Владимирович внезапно из-за тяжелой необратимой болезни скончался, а вот есть премьер-министр, который будет выполнять обязанности президента и который пойдет на президентские выборы. Вот тогда, да, тогда это было бы логично. Но это было бы логично только в том случае, если бы Патрушев был всевластен. А это же бабушка надвое сказала, насколько Патрушев не может провернуть эту штуку. Это что же? Совершенно верно, да. Но я же говорю о том, что если бы, ну как вот описывает профессор Соловей, если бы все было так, что вот Патрушев контролирует, то он должен был бы продвигать вот такой сценарий. Потом, ну, вряд ли возможно такая ситуация, когда, тем более на достаточно длительный период времени, там несколько недель, несколько месяцев, вот когда все ключевые фигуры, все разные башни Кремля, как иногда любят говорить, все согласились, да, пусть будет вот двойник якобы Путиным, а мы тут между собой вот устаканиваем наши интересы. Они и так не были устаканены в полной мере. Мятеж Пригожин это проявил. Там есть внутренняя конкуренция, внутренняя борьба за власть, за сферы влияния, за денежные потоки и так далее. Поэтому смерть лидера, она обостряет борьбу. Неизбежно это должно произойти. Ну, приведу простой пример, известный из советской истории. Смерть Сталина. Сначала же договорились, поделили власть на какое-то время. Но борьба продолжалась. В итоге, чем закончилось? Устранение империи. А и то, потом уже, через пару лет, пришлось еще устранять Хрущеву. Виннее, хотели Хрущеву устранить в 56-м году, после разоблачения культа личности. А в итоге Хрущев устранил там бывших сталинских соратников, Маленкова и прочих, Молотова. Поэтому борьба за власть неизбежна. А пока мы не видим этого проявления. Поэтому, чем дальше эта история развивается, тем больше у меня скепсиса. Еще одна причина для скепсиса. Соловей давно говорит о том, что и Пригожин тоже жив. Пригожин не погиб. Он там прячется на одном из Карибских островов. Ну, вот все вместе это у меня вызывает такое слишком уж устойчивое впечатление какой-то, ну, чересчур уж конспирологической версии. Ну, тогда последний вопрос. Буквально на две минуты. Я понимаю, что в пультак перебираю. Но все равно, Владимир, зачем тогда? То есть как бы одно дело говорить, что он болен, болен, болен. Говорить об этом можно годами. Но когда ты говоришь, что он умер, и они могут протянуть только два-три месяца, не давая знать об этом. Ну, то есть это же есть дедлайн. То есть понятно, что в декабре что-то произойдет. И в таком случае зачем? Я не думаю, что профессор Соловей не понимает это. Да не понимает, но он многое поставил на кону. Да, поэтому у меня нет однозначной версии. У меня есть разные версии на этот счет. Ну, одна из версий, что все-таки, ну, скажем так, профессор Соловей не просто это все придумал. Ну, это одна из версий. Вот мистификация. Вот такой, знаете, он же специалист по пиару и по информационным войнам. В МГУ преподавал, пока его оттуда не попросили. Но он мог придумать. Это, на самом деле, очень красиво. Я, ну, скажем так, на заре своей политконсалтинговой карьеры в Киеве, там, лет, почти 20 лет назад. Ну, один мой коллега тогдашний, он предлагал вот тоже такой проект мистификации. Это красиво. И иногда это может сработать. На какое-то время. Как говорил, по-моему, Рузвельт, если не ошибаюсь, можно обманывать всех какое-то время. И кого-то длительное время. Да, но обманывать всех и всегда невозможно. Да. Вот так и здесь. Вот так и здесь. Такая же ситуация. Поэтому мистификация информационная, красивая. Вот сначала тоже. Это же такой долгоиграющий информационный проект. Сначала болезнь, двойник. А потом, я думаю, что как бы по сюжету, да, должна была быть смерть. Я допускаю, что если профессор Соловей и там его некие таинственные друзья, если они хотели вот как бы через этот информационный проект создать эффект делегитимизации Путина, даже если он реально жив, но создать эффект делегитимизации Путина и спровоцировать некий политический кризис. Ну, как у Булгакова в известной пьесе, потом и в фильме. Да. Царь не настоящий. Царь не настоящий, да. Вот тоже давняя история российская. Поэтому вот расчет, может быть, делался на это. Если эта игра кого-то там в спецслужбах, кто опекает Соловья, сотрудничает с ним и сливает ему информацию, а Соловей доверяет своим источникам. И он мог стать заложником всей этой истории. Это тоже возможно. Я это как бы не отрицаю. У нас более популярна, ну и в среде российской оппозиции, более популярна другая версия, что это хитрый проект российских спецслужб. Но я допускаю только один вариант вот этой версии, что если хотели таким образом сыграть на контрасте, то есть запустить вот эту утку через профессора Соловья, который искренне в это поверил, а никаких подтверждений нет. И наоборот, шаг за шагом показывают. Вы видите, Путин живой-здоровый, пышет здоровьем, энергичен. То есть сыграть на контрасте и показать, как сейчас многие вспоминают, там известное советское выражение, Путин живее всех живых. Ну, это имело бы смысл какой-то. Все остальные версии, что это там перед выборами специально сделали, да нет, ну, для персоналистского режима сомнения в подлинности президента, это не очень правильно. Это противоречит логике этого режима. Поэтому я больше допускаю вот две версии. Либо это такой вот, да, некий такой долгоиграющий мистификационный проект, информационный и политический профессора Соловья и, возможно, его там тайных друзей. Либо вот спецслужбой, которая, ну, скажем так, не очень довольна состоянием дел в России, действиями Путина. Они, может быть, таким образом хотят подтолкнуть политический кризис и, вот, может быть, хотели таким образом запустить ситуацию с делегитимацией Путина. Но пока не играет, не выходит. Владимир Фисценко был сегодня с нами на связи. За что, Владимир, мы вам страшно благодарны. Спасибо большое. Спасибо и вам за интересное общение. Спасибо. И, конечно, признатель вам, наши спонсоры на платформе Патреон. Оставайтесь с нами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...